Открытый диалог с Александром Непомнищим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнищим. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Ну что, праздник продолжается в Израиле? Наверное, затишье политическое. В Израиле, в общем, уже праздник, потому что, собственно, вчера был последний день праздника, а сегодня мы сразу плавно перетекли уже в начало субботы, но на исходе субботы праздник окончательно закончится. Правда, вот у сифарских общин, у североафриканских общин есть еще праздник такой Мимуна. Это как бы выход из Пасхи, из Песаха, когда едят много разного мучного того, что нельзя было есть во время Песаха. Но так, в принципе, праздники у нас заканчиваются. Пока что идет такая рутина в политике израильской, действительно, своего рода затишье, то есть это затишье перед бурей, возможно, но сейчас идут коалиционные переговоры. Иногда что-то такое прерывается в новости, но в общем и целом пока что это происходит в очень таком закрытом режиме, и в этом смысле в Израиле наступило затишье. После бурных предвыборных баталий и большого количества информации, которая высыпалась на израильтян, сейчас такое тихое время. И, соответственно, мы можем сегодня поговорить больше, может быть, о делах, происходящих в мире, и немножко меньше о том, что происходило непосредственно у нас в Израиле. Ну, тогда давайте, может, вернемся к трагедии в Шри-Ланке. Да, тем более, что действительно совершенно драматическая по своим масштабам ужасная трагедия, и тем более, что буквально, вот я видел несколько часов назад, снова были взрывы в Шри-Ланке. На этот раз, насколько я понимаю, полиция нашла, так, по крайней мере, сообщается, едва ли не завод по производству взрывчатки, то есть какой-то террористический объект, и когда они начали штурмовать, там начались выстрелы, взрывы, то есть, в общем, ситуация продолжает оставаться на Шри-Ланке неспокойной. Вообще говоря, остров Шри-Ланка, он уникален тем, что, может быть, не все знают, 10 лет назад, в 2009 году, правительство острова Шри-Ланка отказалось следовать по пути, как мы сказали, прогресса и мира, и вместо того, чтобы вести изнурительные переговоры с террористами, а затем соглашаться на унизительные и бессмысленные уступки, власти Шри-Ланки, безрассудно поправ высокие принципы руманизма, взяли и просто уничтожили террористов полностью, совсем, навсегда. Они тем самым прекратили войну, которая тянулась до этого в течение почти 40 лет. Это был, разумеется, абсолютно невзвешенный, совершенно неотдуманный шаг правительства, и он, безусловно, вызвал справедливое возмущение во всех передовых кругах международного сообщества, в том числе газета New York Times, группа в силу света и прогресса, разразилась разгромнейшей статьей, даже не одной, в которой клеймила кровавого президента Раджапакса и его коварных помощников, и утверждала, что все это грозит правительству Шри-Ланки международной комиссии по расследованию возможных военных преступлений. В целом, New York Times тогда возмущалась именно тем, что вот вместо того, чтобы вести переговоры с террористами, правительство Шри-Ланки взяло и просто всех уничтожило. Ну как же так? 21 век на дворе, они вместо того, чтобы идти на уступки и договариваться, и понимать вторую сторону, просто взяли и всех перебили. Но власти Шри-Ланки как-то вот пережили весь этот удар и, так сказать, проклятие газеты New York Times, и после того, как они полностью избавились от террора, они превратили остров за последующие 10 лет в одну из самых привлекательных целей международного туризма. Тут надо понимать, кто против кого там был. Победителем террора стало сингальское большинство, которое сейчас составляет примерно три четверти населения острова, и они буддисты. То есть многие люди считают, что буддисты — это вот люди, которые там буддистские монахи, они носят такую сеточку перед носом и лицом, чтобы, не дай бог, не вдохнуть комара, и мухи не способны обидеть. Но выяснилось, что буддисты бывают разными, а террористы, видимо, в отличие от комаров, погибших, кармы не портят. Но те, кого разгромили и победили вот эти самые буддисты, тоже не были мусульманами. Это были так называемые тамильские тигры, тигры, тамил и лана, последователи прогрессивных, конечно же, социалистических идей, и они были представители тамильского меньшинства, которое боролось за свою независимость достаточно вот таким вот простым способом, то есть убивало сингальцев. Так вот, тамильцы проиграли, и, в общем, к началу войны, или когда все это развивалось, их было примерно четверть населения острова, теперь их осталось порядка 11%, то есть они в половину уменьшили свое присутствие, но не все были уничтожены сингальцами, многие просто ушли с острова. Кстати, тамильские общины сегодня расселены по всему миру. И они как раз были последователи индуизма. Таким образом, Шри-Ланка стала едва ли не единственным государством в 21 веке, может быть, даже единственным, которое показало, что с террором можно покончить жестоко, жестко, но без уступок и переговоров просто террористы уничтожаются, и получается процветающее государство. Теперь, конечно, власть и Шри-Ланка оказались перед более серьезной проблемой. То есть вот эта вот трагедия, произошедшая в Шри-Ланка, как мы теперь уже знаем, точно была совершена мусульманами. И мы знаем, что это были мусульмане не только и не столько заезжие. Сегодня есть еще, может быть, некоторая неясность, было ли это исламское государство или Аль-Каида, но это была местная ячейка. И вопрос, почему Шри-Ланка? Тут есть несколько соображений. Во-первых, мусульманские террористы, которые устроили вот эту страшную бойню на Шри-Ланка, вероятно, рассчитывали, и, возможно, не без успеха рассчитывали, на то, что все-таки какая-то инфраструктура террора тамильского сохранилась. И хотя тамильцы изначально не были мусульманами, они вообще индуисты, но вот все-таки социалистические прогрессивные идеи марксистские, которые исповедовали эти тигры Тамио Ивана, они очень близки по духу к исламскому нарративу, поэтому возможно, что они вот эту инфраструктуру, как-то недобитую где-то, что-то такое оставалось, от нее вытащили. Второй момент, конечно, Шри-Ланка, наверное, одна из самых уязвимых целей. То есть сегодня, если мы смотрим, ну, есть страны Африки, где идет очень жесткая борьба мусульманских террористов с правительствами, вот, но если за пределами Африки большинство стран, как-то они все-таки лучше организованы в защите своих интересов, Шри-Ланка немножко, видимо, как-то они не думали, что их это тоже может накрыть, то есть у них была проблема буддистов против индуистов, а так, чтобы вот мусульмане к ним пришли. Мусульман на Шри-Ланка было буквально порядка 5-6%, говорят, что сейчас немножко больше, все еще меньше вот тех самых залетных 15%, которые, по мнению настоковеда израильского Гаа-Бхора, являются точкой невозврата. То есть страна, где больше 15% мусульман, там начинаются вот эти вот беспорядки и такой вот насильственной исламизации. Вот, и когда их меньше, они все-таки как-то обычно это все не так трагично выглядят. Но, насколько я понимаю, сейчас на Шри-Ланке существуют политические проблемы внутреннего характера, то есть, грубо говоря, многие системы государственные плохо работают, правительство не очень контактит со своими службами безопасности. И вот на постях была информация о том, что за некоторое время до того, как произошли эти теракты, информация о возможных терактах была передана службам безопасности Шри-Ланка, то ли Индии, то ли США, возможно, Израилем, которые постоянно занимаются мониторингом исламских организаций террористических. И эта информация как-то не то, чтобы то ли не дошла совсем до правительства, то ли где-то потерялась кулуар чиновников. То есть, в этом смысле, Шри-Ланка такая рыхлая страна была, расслабившаяся, которая оказалась удобной целью для исламских террористов. И теперь, конечно же, возникает вопрос, сумеет ли Шри-Ланка повторить вот этот вот свой успех в борьбе с тиграми Тамиллана, в борьбе с террористами-индуистами, сумеют ли они подавить исламский террор у себя в стране в зародыши, потому что, конечно, ущерб этой стране колоссальным. То есть, уже сейчас подсчитано, что, ну, грубо говоря, финансовый ущерб от того, что произошло на Шри-Ланке, это не считая гибели более 300 человек, оценивается в 2,5 миллиарда долларов. 2,5 миллиарда долларов это большая сумма, это очень большая сумма, а для страны такой страны, как Шри-Ланка, не США. Эта сумма просто астрономическая. И если мы как бы вспомним, что, в общем-то, Шри-Ланка сегодня, понятно, что мы все помним еще, так сказать, цейлонский чай, чай со Шри-Ланка, но сегодня главный отрасль, так сказать, главным способом прихода денег в эту страну, дохода этой страны, это именно туризм. Вот. И, конечно, уничтожение туризма, а мы говорим сейчас именно об уничтожении туризма, поскольку, так сказать, повсеместно идут отказы от поездок на Шри-Ланка, люди действительно очень сильно испуганы, и властям Шри-Ланка придется приезжать огромное количество, немалое количество усилий, чтобы убедить людей снова приезжать на остров, где вот такая трагедия страшная произошла. Это все, конечно, для Шри-Ланка является колоссальным ударом, и, соответственно, может быть, действительно, они сейчас снова вспомнят, как они 10 лет назад расправились с террором, расправятся также с исламским террором, и уже мы слышали подобные заявления от правительства нынешнего, что мы перевернем буквально каждый дом в стране. Надо понимать, остров, так сказать, не очень большой может быть, но там живет 21 миллион человек, то есть это, в общем, страна не маленькая, и, конечно, трудно себе представить, как им удастся все это провернуть, но у них есть положительный опыт подавления террора, и будем надеяться, что они справятся и сейчас, и, может быть, если, так сказать, снова они, наплевав на Нью-Йорк Таймс, расправятся с террором, покончат с ним, то это чему-то научат и другие страны тоже, которые все еще живут в иллюзиях того, что с террором можно о чем-то договориться, и что террор нельзя победить военными следствиями. Оказывается, 10 лет назад мы узнали, что можно, и даже вот это возвращение террора все-таки не возвращение, а как бы совершенно другая сила, которая пришла, навалилась на Шри-Ланка, и, к сожалению, сегодня она атакует весь цивилизованный. Спасибо. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к Александру, пожалуйста, звоните и задавайте. А пока давайте поговорим о выборах в Европарламент. Да, там в Европарламенте на предстоящих выборах, в Европе на предстоящих выборах в Европарламент, похоже, будет происходить очень интересная вещь. Правые партии, которые в мейнстримной европейской прессе принято называть популистскими и крайне правыми, на мой взгляд, они не являются ни популистскими, ни крайне правыми. Это просто партии, которые выступают с национальных позиций и, соответственно, конечно же, тут же их пытаются смешать с грязью и дискредитировать. Тем не менее, речь идет именно о партиях, которые защищают национальный интерес вот этих самых стран. Так вот, эти национальные партии ожидают значительный успех в парламентском голосовании в следующем месяце на фоне резкого роста антиммигрантских и антиевропейских движений. Что такое антиевропейских? Имеется в виду анти, как бы, движений за разъединение Евросоюза. То есть, по крайней мере, за союз национальных государств, а вот не слияние, которое произошло сегодня, когда брюссельские чиновники, брюссельские бюрократы распоряжаются, сколько рыбы вылавливать рыбакам в Ирландии, сколько кукурузы засевать где-то в Южной Франции и так далее. Марин Лепен, которая является одной из лидеров вот этого самого объединения национальных партий, она в четверг буквально, то есть на днях, заявила, что вот эти новые национальные партии Европы предлагают новую европейскую гармонию. По сути дела, как бы, они предлагают новый Евросоюз, то есть, мол, типа, идея сотрудничества между национальными государствами, она хорошая идея, здравая, только вот то, что Евросоюз это не то, что мы хотели, объясняет Лепен, и говорит о том, что будет создаваться как бы союз национальных государств, исходя, которые договариваются между собой, исходя из собственных интересов. И здесь мы видим, что Лепен появляется вместе с лидером голландских национальных прав, Гертом Вилдорсом. Появились они, кстати, на своем ралли в Праге. В Праге дело в том, что в Чехии тоже есть представитель национальной чешской партии. Таким вот немножко ирония заключается в том, что главный чешский националист, зовут его Томио Акамура, он вообще по происхождению японец. И по происхождению и видно, что он типичный японец, но он чех, в том смысле, что он гражданин Чехии, и он активный политик, и он выступает, он глава партии Свобода, Свобода и Прямая Демократия, так они называются. И, в общем, у него есть большие шансы оказаться в парламенте европейском, это будет для него первый раз. Вообще, в этот союз, кроме, так сказать, французской партии Ле Пен, и кроме голландской партии Вилдорса, кроме партии Акамуры, чешской, входит также Итальянская Лига и Австрийская партия Свободы, которые тоже получат голоса в Европарламенте. И, в этом смысле, лидеры европейских правов настроены очень оптимистично. Они говорят, мы говорим о рождении новой европейской гармонии, объединении сил национальных европейских партий, предлагающих 500 миллионам европейцев новую основу для сотрудничества, новый проект и новый потенциал на будущее. Что там, как бы, в чем может быть загвоздка? Это в том, что, в общем, поскольку каждая из этих партий, она выходит, как бы, исходит из национальных интересов своего государства, то, в общем, не очень понятно, сумеют ли они договориться во всех вопросах. То есть, действительно ли, то, что вот, как поется в песне Наутилус Пампилиуса, праздник общей беды? То есть, настолько ситуация ли в Европе уже тяжела, что они могут пойти к друг другу на компромисс, понимая, что либо они объединятся в единый фронт, чтобы противостоять вот этим силам про поддерживающим исламское нашество на Европу, поддерживающим власть, безраздельную власть брюссельских бюрократов, сумеют ли они противостоять. Поэтому там, конечно, надо вспомнить, что есть еще альтернатива для Германии и Народная партия Дании, которые тоже, в общем, предвидят беспрецедентный успех в голосовании, поскольку проводят четкую антимигрантскую, антиисламскую политику, продвигают национальный суверенитет. Сумеют ли они между собой договориться? Это одна проблема. И вторая проблема, в общем, если они как-то сумеют создать какое-то общее поле, кто там будет главным? Потому что в политике все равно, рано или поздно, наступает вопрос, кто будет главный в этом раскладе. Есть сейчас как бы две кандидатуры. Одна это Марин Ле Пен, другая это Матио Сальвини из итальянской партии. У Матио Сальвини позиции хороши тем, что, в общем, у него есть еще и политическая как бы опора в стране. Он занимает государственный пост, и это дает ему как бы ресурсы, административные ресурсы внутри страны. Марин Ле Пен в этом смысле вытеснена во Франции абсолютно на обочину жизни. Но, с другой стороны, Европарламент это все, что у нее есть. Поэтому, так сказать, она попытается максимально использовать Европарламент для того, чтобы создать себе рычаг для внутренней уже французской политики. И здесь некоторые эксперты предполагают, что, в общем, на фоне вот этого противостояния Сальвини и Ле Пен с одной стороны, с другой стороны, интересов разных государств европейских все-таки, в которых могут быть и разные, и даже противоположные интересы, у них могут возникнуть сложности. И здесь мы слышим имя Беннона. Тот самый Беннон, который как бы пропал куда-то в Америке, вот, о нем не слышно, не видно, по крайней мере, в новостях мы давно о нем не слышали. Есть, так сказать, такая информация, что Беннон очень активно работает сейчас в Европе именно по сшиванию всего вот этого пестрого ансамбля, объясняя, убеждая, разъясняя национальным политикам Европы, почему им важно работать сейчас вместе, так сказать, где-то наступить на горло собственной песни и выступить вместе, и как это можно сделать. В общем, в этом смысле будем надеяться, что Беннону это удастся, что европейцы сумеют договориться, потому что действительно этот политический путь, путь, как бы, такого освобождения эволюционного, а не революционного, он все-таки для Европы, конечно, может быть, будет менее кровавым и менее трагическим. Сегодня ситуация в Европе в каких-то странах возможно уже прошла точку невозврата, и вернуть эти страны снова к европейской цивилизации, сохранить непонятно, получится это или нет. Тем не менее, если все-таки правым политическим силам европейским удастся получить большинство в парламенте, европарламенте, и через европарламент действовать сообща, то может статься, что в значительной мере трагедию крушения европейской цивилизации еще можно избежать. Ну и возвращаясь, вот вы сказали, там идут за кулисами тихие коалиционные переговоры. Информация какая-то просачивается или нет? Куда склоняется чаша весов? Более-менее понятно, из каких партий эта коалиция сложится. Дело в том, что мы уже говорили, у Натаньяо в общем степеней свободы немного. Ему нужно взять в себе все нелевые партии, и только тогда у него будет большинство в парламенте. Если он не возьмет хотя бы одну из них, большинства уже не будет. И понятно, что этим пользуются маленькие партии. Тут есть как бы три силы. Одна сила это ультра-аркадоксальные партии, которые создали Единый фронт. Это самая крупная группа. Вторая сила это Авикдор Либерман, который выступает с антиклирикальных, антирелигиозных позиций и под эгидой защиты интересов русскоязычного населения Израиля. И третья сила это сторонники единой эры страны Израиля, распространение суверенитета максимальной Иудеи Самарии, отказа от каких-то уступков арабам и так далее. И каждая из этих партий требует, конечно, каждая из этих групп требует для себя каких-то привилегий. Хуже того, что ультра-ортодоксы и Либерман находятся сейчас в абсолютно противоположных позициях. То есть ультра-ортодоксы категорически против того, что был принят закон, обязывающий ультра-религиозных молодых людей идти в армию. Либерман отказывается пойти на компромисс с тем законом, которым продвигают о том, что они должны все пойти в армию. Это сложный вопрос, на самом деле, потому что с одной стороны, правы те, кто говорят, что ультра-ортодоксы тоже должны служить государству и тоже должны пойти в не надо нам этих ребят, у нас в армии так достаточно людей, и мы не знаем даже куда те, кто приходит сейчас здесь. Людей слишком много мобилизуется, нам такое количество не нужно. С другой стороны, действительно неправильно, чтобы какая-то группа населения, в то время, как другие молодые люди тратят свое время и на службу в армии не идут в это время ни учиться, не получают специальность, они бы в это время, так сказать, получали какую-то, так сказать, освобождались бы от этого. Но есть решения, есть решения, например, связанные с альтернативной службой, то есть, окей, есть ультартодоксы, не хотят идти в армию, почему они хотят идти в армию, они говорят, там наши ребята как бы не могут соблюдать все, как мы хотим, как мы считаем правильным, соответственно, значит, они приходят оттуда уже ушедшими от религии, мы теряем этих людей, мы на это не согласны. В конце концов, можно предложить и альтернативную службу, то есть, есть много важных и нужных работ, скажем так, не самых привлекательных, на которые нужно действительно посылать молодых людей, может быть, там где-то в домах для престарелых, в какой-то помощи санитарной и так далее. То есть, все это, в принципе, решается при наличии доброй воли. Добрая воля не всегда существует у политиков, каждый из которых пытается создать себе политический капитал среди своих сторонников, как бы создавая провокацию против своих оппонентов. Как все это разрешится, пока не очень ясно. То есть, будущие компаньоны Натаньяо каждый сейчас выходит с какими-то заявлениями, которые никак не согласуются с заявлениями других и, как бы, на первый взгляд кажется, что никак не сложить из этого никакой коалиции. С другой стороны, мы понимаем, что Натаньяо очень опытен, то есть, это как бы, это его стихия политическая израильская реалия, это его стихия, он умеет договариваться, он умеет закрывать с людьми, он умеет находить какие-то компромиссы. С другой стороны, все эти группы тоже понимают, что если они все-таки не договорятся и страна будет вынуждена идти еще раз на выборы, то совершенно не факт, что они получат то, что они получили сейчас, потому что общество действительно не будет довольна тем, что тратятся такие деньги снова на новые выборы и может получиться так, что те успехи, которые они достигли сейчас электоральные, уже не будут повторены. Вот общество можно больше проголосовать за Лейкут и меньше за маленькие партии. Считаю, что маленькие партии, требующие от Лейкута слишком больших поступок коллекционных, они ведут себя безответственно. Поэтому в конце концов эта игра как-то сложится, у Натаньяо есть сейчас достаточно времени, чтобы в этот покер политический сыграть. Я думаю, что в итоге, конечно, все рассядутся как-то, потолкаются, попинаются, понаступают друг на ноги, все в итоге получат более-менее, что их устраивает, меньше, чем они требуют сейчас, это понятно. И, конечно, возможно, Натаньяо сейчас параллельно также смотрит, что можно выщипнуть из левого лагеря Грихового и Морфинова. То есть, я напомню, в Израиле, по сути дела, что произошло. Партия Белого-Голубых, партия без какой-либо определенной диалоги, построена только по принципу «Мы против Натаньяо». Она получила в левом лагере максимальное число мандатов, в идеологических левых осталось 10 мандатов и 10 мандатов у арабов. Все остальное, 35 мандатов, это люди, которые, в общем-то, оппортунисты, и, значит, их можно купить. так сказать, я не удивлюсь, если Натаньяо сумеет, так сказать, расковырять этот блок, вытащить оттуда пару-другую парламентариев, которые перейдут за какие-то посты на сторону коалиции и таким образом снизить сразу же акции всех маленьких партий, потому что скажут, ребят, ну, не хотите как хотите, мы без вас обойдемся, у меня есть и без вас так сказать, коалиция. Вот такая, так сказать, оппортунистическая, но такая есть. Так что умерьте с вашими требованиями. Посмотрим, дадим Натаньяо его время и думаю, что в конце концов мы увидим, как все очень грамотно и красиво закрывается. Да, задача перед ним стоять непростая, но будем надеяться, что он ее решит. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально через несколько минут вернемся и продолжим. Пока.